Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем занятия, которые были в Потеряевке с первого года, когда начали ее восстанавливать, с 1991 года. И записывающий аппарат, кассетный магнитофон был только у одного человека, старости деревни, Барабаш Игоря Александровича. И он записывал это. Занятия проходили на улице, я еще не был чтецом, и поэтому в храме говорить нельзя. Когда чтецом рукоположили для проповеди специально, чтобы я мог и при епископах говорить слово. Ну и вот теперь посмотри, день Петра и Павла, а это всегда в одно время, 12 июля, конец Петрова поста. А что говорить там? Ну сейчас ты выслушаешь и узнаешь. Когда я говорил проповеди, проповеди, они не по такому уставу, как учат в семинарии, а конкретно касаются событий сегодняшних. Из на основании Библии, как это выглядит, первое. Второе, как это выглядит по творениям святых отцов, труды их, патрология мини. И третье, это каноны церковные. Это же тема, как вписывается в каноны. И четвертый параметр, это житья святых. Вот поэтому проповеди, они очень, ну не похожи на те, которые говорят священники. Пошли. День Петра и Павла. Сегодняшнее богослужение необычное для нас, потому что среди недели и как бы и нет никакого праздника. И это действительно так. Событие, которое отмечает церковь, будет завтра. Называется День Петра и Павла. Это День Кончины Важных Людей. И это настолько необычно для сравнения с историей мира. Для мировых религий характерно, что если есть у них герой или заступник, то отмечают его День Рождения. Но чтобы праздновать День Его Смерти, про это никто не слыхал. День Смерти это День Печали, Скорби и Утраты. Печальная дата. Что столько-то лет нет нашего товарища среди нас, защитника прав человека. Отмечает гибель поэта, депутата, военачальника. Когда умирали Иосиф и Иаков, то плакали многие дни о них. Бытие 50-10. И дошли они до Горен-Гаатада при Иордании. Плакали там плащем великим и весьма сильным. И сделал Иосиф плащ по отце в своем 7 дней. Скорбь в народе была великой при гибели военачальника Маковеев. 1 Маковейская 1.25. Посему был великий плащ в Израиле во всех местах его. 1 Маковейская 2.38-39. Нападали на них по субботам. И умерло их и жен их и детей их со скотом их до тысячи душ. Когда узнал о том Матафия и друзья его, горько плакали о них. 2 Ездра 1.32. И плакали об Иосии во все Иудеи. Плакал об Иосии пророк Еремия. И начальствующие с женами оплакивали его до сего дня. И это передано навсегда всему роду Израилеву. Случалось, что они еще при жизни назначали себе приемников. Рисовали планы, как царь Давид Соломону, что ему надлежит делать после него. Хотел Давид построить храмы Егови и собрал довольно всего золота и деревьев. Но из-за того, что пролил много крови врагов, ему не было позволено это сделать. И поручил он окончить начатое сыну мирному Соломону. Так и сегодня, не воинственным дается право создать церковь, дом Божий. Матфея 16.18. И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камни я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И эта фраза намертво связана с именем апостола Петра. У каждого человека есть имя, но иногда человек своими делами переменяет свое имя. Так Наимень, возвратившись с потерей, из приятной стала горькой. Пошла за хлебом, а потеряла и мужа, и обоих сыновей. В житиях говорится, что апостолы Петр и Павел были отозваны Господом из этой жизни в вечной обители неба в один день. Но не в один год. Этот день не посвящен этому событию. Что такое празднование? Исполнились слова, сказанные премудрым Соломоном, Экклезиас 7.1. Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти дня рождения. Он не об этом говорил, но церковь поставила это во главу угла. Кого не спросишь, никто не знает, когда родился Петр Апостол. А когда был убит, все знают. Кто родился в Ветхом Завете, у них даты рождения взяты приблизительно. Известно, когда родились люди, кто уже ближе к нашим дням, когда паспорта стали выдавать. Что ты родился в этом, какая твоя заслуга? Родиться или не родиться, тебе и не спрашивал никто. Жить человеку да надо для того, чтобы на чистом листе отобразить похожесть на Бога. Насколько ты ему убогоподобишься, насколько ты сумеешь отобразить себе волю Божью, преобразиться в Его образ. Апостол значит посланник. Это первоверховные апостолы. Это два вола, вспахавшие вселенную своими языками и целина заплодоносила. На место языческих капищ произросло великое древо Церкви Христовой. Где никогда не село Слово Божие, там брошено Слово их проповеди. Слезами раскаяния наполито и заколосились пажати. Подул Дух Святой, раскрыл понимание, смысл Священного Писания. И образовались новые общины. Церковь росла числом и до сегодняшнего дня дошла. Память святых заключается в том, чтобы мы им подражали, говорит Иоанн Златоуст. Евреям 13.7 Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. И взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Взирать не на рождение, а на кончину. Если относительно канонизированных в разных церквах может быть и несогласие, но по отношению апостолов все их сразу приняли святыми. И католики... Признали. Признали святыми. И католики, протестанты, и православные. Почему? Потому что они выполнили самое высшее назначение на земле. Спасти свою душу и души окружающих. И они предложили для этого все усилия. Что у них было, все положили на алтарь Христа. Слово апостол встречается 82 раза в Библии. И только в Новом Завете. Есть чудотворцы, пророки и другие. Но выше всех званий слово апостол, которое вмещало в себя все дарования, не спосланные с неба. Есть военные, врачи, строители. А в апостоле все это было в избытке. Он и стратег. И строил храм вселенной. И исцелял души людей. Он знал, куда двинуть основные силы. Он был земледелец, духовный. Надо понимать. Если же хозяйка скажет, что она хорошо печет хлеб, то апостолы такого напекли, что и сегодня некоторые не могут проглотить. А иные этим только и живут. Накормили целую вселенную. Кормят уже две тысячи лет. Первоверховные апостолы Петр и Павел, запряженные благодатью Духа Святого, распахали целину. Костя 10, 12. Они распахали не там, где другие уже прошлись, а там, где и Слово Единого Христа не слышали люди. Римляна 15, 20. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христова, дабы не созидать на чужом основании. Он не перетаскивал рыбу из одной бочки в другую. И 14 посланий апостола Павла сотрясают вселенную до ныне. Два послания апостола Петра. Это мы привыкли, эти приставки святой к ним приставлять. А тогда они жили и также были смущаемы. Дядя Петя и дядя Паша для близких им также убегали и также были недовольны друг другом, обуреваемые страстями мира сего, но не вышли победителями. Галатам 2, 11. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Разница была в том, что они были победители. Даже когда им враг наносил смертельные раны, они, и они впадали в клятвенное отречение от своего учителя Иисуса, но знали путь исцеления. Они не искали одушины в оправдании. Это не я, не я. Это он, он виноват. Святые умеют произносить слова признания своей, вины своей. 2 Царств 12, 13. И сказал Давид Нафану, Согрешил я перед Господом. И сказал Нафан Давиду, И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. И Господь вернул ему все, что он до этого имел. Это указание нам, если мы думаем подражать апостолам. Они были верны. И перед самой кончиной были отшлифованными камнями и засияли в руке Божией. Павел, прежде называвшийся Савлом, был энергичным и ревностным служителем своей идеи. Галатам 1, 14. И преуспевал в его действии более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Сегодня, когда сектанты повествуют о своем обращении, они сравнивают себя с апостолом Павлом, никак на меньшее не согласны. Я был блудник, я был наркоман, но как апостол Павел перешел от греха к святости, уверовал во Христа. О чем ты говоришь, еретик? Разве апостол был наркоман? Он о себе не так говорит, но упоминает о вере своей, филиппийцам 3, 6. По ревности гонитель, церкви Божией, по правде законной, непорочной. Если бы судить по Конституции, то он ни одного пункта не нарушил. Таких людей сегодня в нашем государстве не найти. Превосходство других в его ревности бросалось в глаза, так что его выдвигали именно по этому качеству, почти на высшую государственную должность. Вставал рано, молился, все посты соблюдал, по-нашему сказать, милость не подавал, ни одного худого скверного слова не сказал. Все, что зарабатывал, раздавал. И оказалось, что прошел мимо самого главного пророчества в законе, о пришествии Христа. Второзаконие 18, 15. И теперь он говорит о самом главном, о воскресении Иисуса из Назарета. Деяние 9, 20, 21. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? Да и сюда затем пришел, чтобы ввязать их и везти к первосвященникам? Конечно. Читая послания Петра и Павла, специалист сразу и делает различия. Какие сравнения делает брат Петр и какие брат Павел? Тот рыбак, самый простой и бедный, а этот ученый раввин. Для людей, не сведущих в риторике, в грамматике, кажется, какая тут разница? Тот и другой говорит о Боге. Послание, да и послание. Петр говорит настолько просто и понятно, что не требуется ни одного толкования. А у Павла после толкования и еще раз толкования душа жаждет. Даже об этой непонятности Павла и перетолковании его послания упоминает Петр. 2 Петра 3, 15, 16. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, поданно ему при мудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобо-разумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Любая бабушка Петра поймет, у апостола Павла стиль, размах мысли таков, что тысячи лет прошли, и все еще есть непонятные места. Хотя он сам кое-что растолковывает нам из Ветхого Завета. Если уж толкователю апостола Павла Иоанна Златоуста люди говорили, говори проще, то что говорить о самом Павловом послании к римлянам, к галатам, к евреям, галатам 4, 24. В этом есть и насказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Петр все сравнения брал с натуры. Видел золото и знал, что его переплавляют, и оно многоценно. Тут у него и сравнение. 1 Петра 1, 7. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золото, похвале, чести и славе в явлении Иисуса Христа. Наша вера испытывается гонениями, страданиями. У нас здесь в лагере никто не хочет испытывать свою веру. Хотя, как будто верующие дети собрались. Но если один другого чуточку только задел, второй карапуз сразу же сдачи дает. Но Петр убеждает нас, что вера помогает нам одерживать победу за победой. Для чего? Чтобы нам войти в небо. 2 Петра 1, 11. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Как же он откроется? Помните, чьи вы дети? В школе многие балуются. Но если это сын директора, то отец ему говорит, ты помни, сынок, чей ты сын, чтобы на меня не было нарекания. Тебе же любовь подоткнет. Ты сын директора, и что вытворяешь? Мне же за тебя будет стыдно. И он говорит, 1 Петра 1, 15-16. Но по примеру призвавшего святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. 1 Петра 2, 9. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Римлянам 2, 24. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Мы дети Божии. Мы всех счастливее на всей земле. Ропот для верующих вообще должен быть неизвестен. Обиды? Да я ее знать не хочу. Апостол Петр в своем послании на первое место выдвигает звание христианина. И этим побеждает и ропот, и обиды всячески. Тебя Бог избрал. Теперь ты Его чадо. И теперь смотри на своего Отца и делай то же. Ты отныне Сын или Дочь Небесного Отца. И если будут трудности, ты сразу же говори себе, Бог испытывает меня. Он любит меня. Страданиями, гонениями, тюрьмами, чтобы вера наша, испытанная огнем, была представлена на рассмотрение Богу. А Бог тогда и посмотрит, как мы сдали экзамен на страдания. Мы обратились к Богу. И Петр некогда обратился к Богу тому же самому. Он дошел до конечной цели. Дойдем же и мы. На меньшее просто не имеем права. Память нашей кончины. Кто отметит? С печалью отметят? Или скажут, да, трудно шел этот человек, но все-таки он дошел. Прославил Бога среди редких опасностей. В тюрьме он не отрекся. А кто знает, может завтра будут у нас гонения. Живем мирно. Но всегда думаю, с чего же все вдруг сорвется и начнется? Перемена в государстве? Если бы несколько лет назад сказали, что Библия будет свободно продаваться в церкви, тем более в магазинах на улице, и даже архипелаг ГУЛАГ будут продавать свободно, кто бы поверил тогда в этот бред? Не хватало веры, ибо думал, ну когда-то там, после нас будет. И вдруг сумели через так называемую перестройку так перевернуть, что все пошло по-другому. Как теперь будут опять выворачивать на тропу войны против всех неверующих? Верующих. Всех верующих. Эх, как вставляет сатана. Откуда не берешь? Один раз задумайся. Не знаю. Если не, не выбрасывает. Если не, то не выставляет. У меня в голове смысл предложения меняется. Не меняется. Первый раз я первого человека такого встречаю. Будь внимательным. Ты объяснение даешь. Сигнаны подпорки подставил, будет рушить. Нет в буквы не. Не и есть. Это противоположие. Слишком большая ошибка. Да, я же говорю. Верующие спасутся. А верующие не спасутся. Но есть разница. Христос Бог. Христос не Бог. Что доказывать? А у меня самого не выскакивает. Я не верю, что это от Бога. Так. Или правители сменятся. Или эти земли захватят кто-то другой, узкоглазый. Мы этого сегодня не знаем. Но только слова, сказанные Петром, побуждают нас бодрствовать. Возьмет в один из дней Бог нас и бросит, как отроков, в огненную печь испытания. Не зря же поют эти напоминания в церкви. Может, тут китайцы будут, чеченцы. Они такие кровожадные, ненавистные против христиан. Коммунисты ли вернутся? Этих людоедов мы уже знаем. Мы ничего не знаем, но сегодня мы день за днем должны укрепляться в Боге. Господи, как хорошо с тобой быть. Как хорошо, что есть такая свобода молиться, собираться. Когда я сказал, что у нас детский православный лагерь существует уже столько лет, то секретарь КПРФ железнодорожного района города Барнула, Бавров, печать иззлобился, что при советской власти это вообще невозможно было. Однако есть, ведь еще и государство. Оно по логике вещей должно знать, что происходит на его просторах. Игнатий Тихонович говорит и пишет. А Олег Логинов? Олег Логинов, вторить ему. Лагерь станет существует 25 лет. Не очень верится, что в середине 70-х, когда государству до всего было дело, могло образоваться нечто подобное. Игнатий Тихонович принципиальный противник вмешательства светских властей в жизнь лагеря. У него в этом прямо записано в уставе, который красуется на стене кельи. Церковные власти к нему и вовсе не вхожи. Недолюбливает он их. Видит у каждого представителя русско-православной церкви, кроме гостя своего московского. Кирилла Сахарова. Торщающий из патриасы погон сотрудника КГБ. Алтайская правда, номер 138, 24 июня 1999 года. Вопросы без ответа. Лагерь стан ДТ 38-10-193. Домашний телефон, который написал, поминая его секретаря, я его знал. Так вот, а о чем речь-то идет? О той свободе, которую Бог дал. Которую мы обрели во Христе Иисусе. Никогда перед ними не сгибаться. Лучше есть поговорка, говорит, умереть стоя, чем жить на коленях. И вот это конкретно взято. И как-то статья подошла. Что пророчествовал Игнатий Лапкин? Чего я пророчествовал? А они поминают, как я говорил, о крушении советской власти, секретарям и везде. А потом они поехали туда по Теряевку. Приезжали очень большие начальники. А как вы могли знать? Я сегодня не знаю ничего. Просто говорили, я сказал, что насилие не может все время продолжаться. Слишком многие молятся. И вдруг такой колос, который Гитлер не мог победить. Не смог. И вдруг он рухнул без единого выстрела. А что его погубило? Погубило только то Солженицын и Горбачев. Солженицын архипелаг ГУЛАГ и Горбачев перестройка. Все. Вот два момента. Люди за рубежом везде открыли глаза. Хотели показать Горбачев Михаил Сергеевич социализм с человеческим лицом. Как сейчас, помню, заговорили. И когда стали показывать, оказалось-то в железном занавесе страшная сатанинская рожа, кровожадная, слюни и кровь течет изо рта. Так Лев Толстой описывает. Крушение и восстановление ада. У него такая есть тема. Говорит. И далее. Апостол Павел свое кредо выразил так. Филиппийцам 1, 21. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. А что приобретение? Что он приобрел? В латышском языке написано. Он наавенес ауглюс. А смерть несет плоды. Все, что ты давал, 7 и 8 хлебы, они приплывут, говорит, через много лет. Экклесиаз говорит. Что ты делал? Тайна где-то. Молитвы твои, посты. Все это приплывет, когда ты в день смерти. Где он говорит? И смерть приобретение. То есть, ты что раздал? У тебя конфисковали, а ты сказал, во славу Божию. Все. Конфискации не было. Я подал милостыню. Это как милостыня, только более драгоценная. Давай. После конца этой жизни все добро, как на кораблях, поплывет к тебе. В этот памятный день Петра и Павла, взирая на их кончину, подумаем, с чем приплыли эти корабли к воротам небесной отчизны и с чем наши туда уткнутся. Полная самоотдача. Абсолютная доверенность Богу. Если бы мы занялись изготовлением водки, как нам предлагали, то давно бы понастроили красивых зданий с избытком. Да не будет этого. После их ухода прошли по земле тысячи Петров и Павлов. Но кто сумел достичь обещанной обители небесной? Павел убеждает нас. 1 Коринфянам 4.16 Посему, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. 1 Коринфянам 11.1 Будьте подражателями мне, как я Христу. Филиппийцам 3.17 Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Филиппийцам 1.27 Только живите достойно благовествования Христова. Чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Пророка почитали смутьянами в государстве. 3 Царство 18.17 Когда Ахав увидал Илью, то сказал Ахав ему, ты ли это смущающий Израиля? Когда поймали Петра и Павла, то какое было ликование у врагов, что вот эти смутьяны попались? Деяние 17.6 Не найдя же их, повлекли и Асона, и некоторых братьев городским начальником, крича, что эти всесветные возмутители пришли сюда. Вот одно слово сказал возмутители, местописание. Сказал в Израиле, смущает, местописание. То есть вся Библия должна быть раскрыта, ты как на клавишах органа играешь. А ничего не знает. Выступает, говорит священник, говорит, видно, что может говорить. Нет местописания. Люди ссылаются, отец Андрей сказал, ко мне нельзя сказать, сказал Игнатий. Вот сказал, сказал Петр, сказал тот-то, привезти к Богу. Зачем бы я столько мест приводил? У меня в среднем проповедях, когда я говорил, я посчитал по продолжительности мои проповеди, маленько покороче, чем у Златоуста. Я в греческом языке сначала это взял. Ну, примерно он говорил, думаю, так, вот считает так. Не найдя же их, повлекли и Асона, и некоторых братьев. Может быть, так Златоуст говорил. Поэтому его проповедь была в среднем 32-33 минуты. У меня 25 минут. У меня в среднем, я ссылаюсь на Библию, выдерживаю, 35 на одну проповедь. У Иоанна Златоуста 70, а проповедь почти одна. Вот и все. Иоанн Златоуст, литургия Иоанна Златоуста. Ну, он там Библию-то каждый день в руках держал-то. И далее. Каждому государству нужно спокойное время, чтобы выполнять свои планы. И вдруг опасное галилейское учение каких-то рыбаков, как пожар, распространяется по Римской империи. Притом по провинциям с особой силой. Испания, Галатия, Британия, острова. Закон один был. Казнить противящихся римским законам. Можно представить, как вначале были разные суждения в тогдашних кнесетах в Римском Сенате. Что это за учение? Оно лишает нас, наших приверженцев. Сначала возобладала тактика выжидательная. Совет Гамалиила. А что такое кнесета? Не знаю. Это дома в Израиле, так называется, кнесет. Римский Сенат называется. Деяние 5.39. Если от Бога, то вы не можете разрушить Его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками. Казнили христиан самыми лютыми казними. Бросали зверям. В печи. Зверям. Ну, зверям, наверное. Зверям. В печи. Распинали, вырывали языки. Оба верховных апостола свободно могли избежать казни. Как Игнатий Богоносец. Анфима Некомедийского пришли взять воины. Не узнали его, а он сам им сдался, чтобы быть со Христом. Сначала их накормил, а потом сознался, что он и есть тот, кого воины искали. Они рады были его отпустить, да он этого не принял. Как ликовали враги, что пойман смутьян. Кто-то получил за это награду. Кто-то докладывал, кто-то стучал. И как скорбели простые ученики Христовы. Даже просто расставаясь, они рыдали. Деяние 20, 30, 7, 38. Сказал, они рыдали, расставаясь. А где это видно? Пожалуйста. Тогда немалый плач был у всех. И падая на выю, Павла целовали его. Скорбя особенно отсказанного им. Слово, что они уже не увидят лица его. И провожали его до корабля. Кому мы теперь пойдем? Кто объяснит нам все наши вопросы? Кто утешит нас? Павел же имел иную цель. Деяние 21, 11, 14. Дух Святой, мужа, чей тот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и придадут в руки язычников. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не входил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал так. Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав, да будет воля Господня. Позже он уже из тюрьмы сможет утешать их и даже напишет утешение Тимофею. 2 Тимофея 4, 7, 8. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим в явлении его. Оный, в день оный. Что означает оный? Ну, оный, в день, в дать, сюда. Тот, тот. Что это за венец? Это сладость, красота неописуемая. Веру сохранил, и это главное. Верю, что Христос умер за мои грехи. Верю, что это мой Спаситель пришел и пролил свою причистую кровь за меня. Верю, что страдания на Голгофе были у Сына Божия за меня. Верю, что Иисус есть Бог и истинный Сын Божий. Дух Святой не просто исходящий от лица сила, как утверждают еретики, а есть третье лицо Троицы. Эти путем прошли мы, не противореча пророкам. Ибо один и тот же Дух был в них и в нас. Опасностей у меня было так много, как ни у одного из вас. Это Павел говорит. 1 Коринфянам 15, 10. Но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать Его во мне не было тщетно. Но я более всех их потрудился. А почему не было? Не было и не была. Ты вдумайся в смысл. Ты считаешь не было. Не была. Не была тщетно. Да. Не было, не была. А ты считаешь не была. Я не знаю, в чем разница. Не было. Не было, то есть не было. Ну ладно. Впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Везде меня хватали, били и терзали. Это мне все в награду теперь будет. Меня выбрасывали как ненужного. А Бог признавал меня годным для дела и снова поднимал со свалки. Деяние 14.19. Пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. Ибо, сбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. И главное, убедили народ, убедительная сила слова. То есть людей можно куда угодно повернуть, но истина она одна, не две. И на этой истине здесь она не проявляется никак. Она проявляется позже. То, что нет на земле справедливости, Златоуст говорит, это самый сильный довод, что будет Царство Божие, будет Суд Божий. Если Бог справедлив, и мы точно, абсолютно знаем, что Бог все по правде установит, а правды на земле нету, ложь торжествует, негодяй какой-то живет, кости его полные, мозга, жира, детишки его прыгают, как Иов говорит. Это говорит о том, что будет Суд Божий. Здесь еще не кончено. Вот и весь ответ. 2 Коринфянам 11.26.28 Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. А вот это прочитано было, он составил? Просчитай. Он составил реестр своих специальностей, начитал их, где он и как себя их проявил в течение своей бурной жизни. Они, эти лжебратья, даже на богослужения приходили, но цель у них была иная, чем у верных детей Божьих. Они подглядывали, они записывали слышанное, чтобы не забыть, где и как он промахнется. Как им казалось. И потом будут уедать его этими промашками, чтобы доказать, что он не правоверный иудей, что он не настоящий христианин. Но он перешагнул через эти языки, ярлыки, раскольник, возмутитель, сторонник Назарейской ереси. Деяние 2.45. Найдя сего человека язвы общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем Назарейской ереси. Галатом 2.14.16. А вкравшимся лжебратьям... Хорошо, прочитайте, я сейчас пропущу. Прочитайте где. Посмотрите, что он говорит, какие были обвинения, люди были, как говорили. И прочитайте до этого слова. Они ненавидели его. Мало того, что авторитет Павла по тем временам, как сказали бы ныне, был бешеным, что враги это и понимали, и свои ксивы лжепослания подписывали Павловым именем. Это настоящее уголовное преступление было среди лжеверующих. Авторитетные источники, как послание Павла, донесли до нас эту гармонию ненависти. Трудно найти в истории мира более слаженную ненависть к самому великому человеку своей эпохи и всех тысячелетий. Второй Фессалоникийцам 2.2. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов. Но эта их писанина не дошла до нас. Кто-то покушался, или по небрежности так уж случилось, что послания Павловы так и не дошли до нас. Потерялись? Колоссянам 4.16. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в ладикийской церкви. А то, которое из ладикии, прочитайте и вы. Нигде нет этого послания к ладикийцам. Враги рукоплескали, что поймали бывшего раввина из города Тарса. А ангелы рукоплескали, что апостол язычников сохранил веру до конца. О чем кто рукоплещет? Фанатик и экстремист, каких свет не видел. Он шел по планете, как главный пацифист и мизантроп. Повторим ли мы его слова в наш смертный час? 2 Тимофея 4.7. Подвигом добрым я подвязался. Течение совершил. Веру сохранил. Течение совершил. Какое течение? Вы рассказываете, Тихо, что вы меня спрашиваете? Это ваше... Ну, я думаю так. Что течение здесь не на реке. А течение, говорит, далечили течеши, братья. Это славянское слово сохранилось. Течеши. Далеко ли идешь? То есть, путь, назначенный мне, я совершил. Главное, веру сохранил. Вот о чем надо думать. Течение, то есть, бег на ресталище на стадионе. 1 Коринфянам 9.24. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. То есть, вот этот максимализм относится к Павлу. Тема-то Петра и Павла. Показать, как тот подвязался, что писал, как этот. 1 Коринфянам 9.24. Не знаете? Ага, читал. Поприще, расстояние, которое сам Бог назначает каждому. Ему было расстояние 64 года примерно. Вот и успеет достичь за это время неба. Да так нужно бежать, что если Бог отзовет раньше на год или на четверть века, или в тот же день, как ты уверовал. Но твой рубеж должен быть мгновенно достигнут и тогда. Вот так и нужно нам всем жить. Я доказывал это, брал, когда работал на корабле. Я говорю, у тебя цель жизни есть такая? Ну, я, как говорят, жениться, сына родить, дерево посадить, дом построить. Да на дом-то тебе денег никогда не накопить. А дерево где ты построишь, когда дома нет? А жена может бесплодной быть или не женишься, или еще что-то. А вот сейчас, я говорю, волной тебя сбросит. Цель будет достигнута, и никто не увидит. И ты на еще минут 20 продержишься и пошел ко дну. Ну, а как я достигну? Вот это и дело. Цель должна быть такая. Вот в момент, вот моя цель, вот, идти, вот я показываю поприще стола. Но я иду каждый день, могу оборваться. И где бы я ни оборвался, цель должна быть достигнута. Никакого сына, ни дерева уже ничего не будет. Не для этой цели. Цель спасти душу свою. Прославить Христа. Конечная цель Царства Небесное. Дальше. Филиппийцам 3.17. Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какую имеете в нас. Этот стих, как негасимый маяк для каждого из нас. Подражание горному слаломисту, который с огромной скоростью пронесся и не свалил ни одной вешки. Так и Павел не нарушил ни одной заповеди и нигде не уступил своей свободы во Христе. Не покривил совестью из-за страха перед апостолами. А сейчас перед епископами готовы переломиться в лизоблюдстве. Архиерей стоит со своей палочкой, голову задрал, ног под собой не чувствует. Что тебе до него? Ты смотри выше и увидишь, что когда тебя бьют и убивают, то сам Господь встает с места, чтобы приветствовать свое чадо героическое. Господь сидит одесной отца, а здесь стоит, радостно приветствуя верных рабов своих. Вот и где видно, что на небе и Христос стоит. А вот одно местописание есть, только одно. Иоанна 12, 26. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Деяние 7, 55. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесной Бога. Написано, и сидит одесной отца, символ веры, а здесь стоящий. Почему? Мученик. Если нужно было поднять мне над головой вес, то этот вес взят и установлен рекорд по поднятию тягот тяжестей. 2 Коринфянам 11, 29. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал. Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся. Этот вселенский многоборец пришел к финишу и подставил голову для увенчания от судьи этого невиданного зрелища. Павел был знаменит по всем видам борьбы. С еретиками, с государственными деятелями, с аудеями и с римлянами, даже и с тираном Нероном. Стоические и пикурейские свои слова он и им выдал по полной программе евангельской. Деяние 17, 18. Некоторые из эпикурейских исторических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот свои слов. А другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им и Иисуса, и воскресенье. Тогда тоже были свои коммунисты, и фашисты, и демократы. Он и им должен был возвестить радость спасения во Христе. И никто не мог устоять перед божественной мудростью. Лука 21, 15. Ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Деяние 6, 10. Но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Понимая все это, взирая на торжественную кончину этих гигантов духа, корифеев, мысли, мы осознаем, насколько мы счастливы, что примкнули к этой двоице полководцев. Среди нас есть люди, которые носят эти имена, Петра и Павла. Дай им Бог подражать своим тезкам и не позорить их. У нас есть послание апостола Петра, апостола Павла. Эти посланники Божии не где-то, а рядом с нами, ибо мы с ними в одной церкви. Когда Иоанн Златоуст писал толкование на труды Павла, то секретарь святителя Иоанна Прокол видел, что позади патриарха стоит апостол Павел, и, наклонившись к нему, поясняет смысл послания его. Это только случайно узнаем мы, так как Златоусту был посетитель, которому угрожала смерть от наветников. И Прокол увидел какого-то странного человека, который, склонившись к Златоусту, что-то говорил ему. Ага, он заметил замочную скважину. Позже секретарь узнал его по иконе, стоящей на столе святого Иоанна, что это был апостол Павел. И Павел сказал, ну тебе что попало, присниться, нет? Он тогда отложил все труды и стал только заниматься Павлом. Он понял, что Павел ему сам разъясняет таинственный смысл. Когда мы будем исповедовать нашу веру... Слава Иисусу Христу! ...пред Святой Троицей, то просить будем, чтобы наша вера ничем не отличалась от веры святых апостолов Петра и Павла. Евреям 13.7. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. И мы верим, что апостолы знают, что мы здесь находимся под открытым небом, что нам нравится следовать за ними. Мы маленькие, слабые, греховные, но будем уповать на нашего и Христа Иисуса, что Бог силой Духа Святого, благодатью данной нам во Святом Крещении, доведет нас до желаемой пристани, до Царствия Своего Небесного. Притом Бог заранее предсказал им, как они умрут. Петру это явлено было после воскресения Христа уже. Иоанна 21.18. Интересно, что думал относительно этих слов Петр Ионович? «Или на корабле буду плыть, руки раскину, в воде утопая, или мне бросят с крыши, как апостола Иакова, и руки мои будут распростерты. Почему я руки-то простру?» Бог скрыл от него это. Может быть, для того, чтобы ужас Креста не сковывал проповедь о Кресте. Настало время, когда его арестовали и приговорили к распятию. Этого самого великого дядю Петю. И, видимо, только тогда он понял весь сакральный смысл слов своего Учителя из Назарета. Что Симон сам себе уже тогда определил, какую Спаситель дарует ему кончину. Следовать во всем и бескомпромиссно до конца за Учителем. Марка 14.29.31. Петр сказал ему, «Если и все соблазнятся, но не я, и говорите, мой Иисус, истинно говорю тебе, что ты ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня. Но он еще с большим усилием говорил, хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Тоже и все говорили. И к дереву его припоясали. 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 Он попросил только об одной льготе. Я не достоин быть так распят, как мой Господь. Его распяли стремглад вниз головой. Златоуст говорит, что ноги у Петра были вверху. Он как бы шагал к небу, такому близкому и такому вожделенному для него. Этот человек был нетерпелив. Он всегда спешил первым быть, бросался в воду навстречу Христу. Хотел быть всегда рядом с Иисусом. И, наконец, это произошло в этот день, 12 июля. Несколько дней висели распятые на кресте, изнемогая от жажды. А апостол Павел, как римский гражданин, имел луготы. Его нельзя было распинать, умерущлять, как рабских галилеян. Усечение мечом такое легкое и быстрое. Удар и ты уже на той стороне. Великое чудо, восшествие на небо свершилось. Ликующее небо встречает самого великого апостола. Самого великого апостола, за которым шла не семья, не город, а целая вселенная. Паруса корабля которого надувал Дух Святой. Павел день и ночь в постей, в молитве стоял у штурвала Всемирной апостольской церкви. И мы его наследники. Какие же мы с вами счастливы, что нам Бог дал в этой жизни. Язык не в силах высказать. Вот умирает человек верующий или неверующий. Знатные люди мира свяжаются его хранить. Патриархов, епископов. Иногда со всего мира свяжаются плакальщицы. Кто же пришел хранить апостола Петра? Написано, что когда умер Моисей, так как ему было заранее сказано, чтобы он зашел на вершину горы Фазги и умер. Трозаконие 3.27. Взайди на вершину Фазги и взгляни глазами твоими к морю и к северу, и к югу, и к востоку. И посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордансией. То оттель его вдруг возник спор о невидимом мире. Иуда 1.9. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести у коризненного суда, но сказал, да запретить тебе Господь. Откуда этот сюжет известен был апостолу Иуде? Мы никогда уже, пожалуй, не узнаем. Но и сказал-то он не в специальном трактате, посвященном смерти вождя Израильского, а как бы походя, чтобы заградить уста злословящих людей. Значит, у апостолов было много тайн, за знания которых сегодня многое бы отдали. Но они, хранители этих тайн, ушли уже в вечные обители, оставив нас с нашими неудовымениями и по многим вопросам. Кто скажет, откуда берутся души, что с убитыми утром и младенцами, откуда произошло первоначальное зло? Не люди пришли на похороны его, хотя он их вел до этого места. Нелюбимые его и желанные, им не давно было тут быть. Стоит начальник войнства небесного и идет спор, кому он теперь принадлежит. Случается, что когда человека толком и не знают, верующий он или не верующий, а когда хоронить время приспело, то родственники спорят, на каком кладбище его хоронить. А человек душой своей может не там и не здесь не был. Кто в нашем теле будет спорить, где его похоронить? Сделали о том завещание, чтобы неверующие наши родственники не утянули нас куда? От наших родных, где меня могут посещать и молиться. Мать будет настаивать увезти тебя на родину, а там тебе ни понихить не будет, ни молитв. Сегодня нужно нам и это обдумать. Мощи Петра и Павла хранятся в Ватиканском соборе. И этот собор так и называется, Собор Петра и Павла. Все дороги ведут в Рим. Это место, как центр христианства считалось. И там эти вожды успокоились. У нас Петербург, город Петра. И когда открыты были новые рубежи, то назвали город Петра Павловск-Камчатский. Мы же должны отметить память апостолов не храмами и городами, но молитвой, в которой скажем, что мы любим Христа и апостолов. И да поможет нам Бог понять их послание и исполнить, что они с нам передали. Прими нас туда, владыка неба и земли, куда ты принял этих проповедников спасения. Похоже, что так и закончено было. Все на этом. Отрывай. Вот такое занятие. Сейчас пришел.